Это война, где ты теряешь своих близких. Война, где пришли люди, им не важно, что будут, какие последствия. У них есть какая-то своя глупая цель, они вбили остальным эту глупую иллюзию и движутся в этом направлении. А Украина страдает от этого и страдает очень сильно. Территория там никому сейчас уже сильно и не важна. Идет двухстороннее отмывание денег. И вся Украина видит, как олигархи наживаются на всем этом. Да все это понятно, тут и не нужно бангой быть, чтобы все это предвидеть. Не война, а АТО. И вот как слышишь от Порошенко, допустим, то один раз он выступает, у него АТО, то война. Так определитесь, ребята, что тут происходит. Определитесь. Тогда, может, что-то попроще будет, полегче. Если война, так давайте вводить военное положение. А никому это не выгодно. Власти точно не выгодно. Финансовую помощь уже нельзя будет получать. Ничего нельзя будет получать. А власть на этом только наживает. Свои карманы набивает и набивает. Пока власть такая, как есть, это будет очень долго. Очень долго. Мы вот так и будем сидеть. С одной стороны на другую перестреливаться. Будут умирать люди как там, так и тут. И ничего не поменяется. Нужно действовать с властью. Если власть не поменять, не поставить действительно достойных людей, которые будут ценить не свой карман, а ценить свой народ. Тогда только поменяется что-то в Украине. Те люди, которые находятся на фронте, они не всесильны. Они не могут и здесь как бы удерживать, да, оборону. И что-то наводить в порядке в самой Украине, в центре. Есть два врага. Внутренний и зовничный. Мы с зовничным воюем, как-то противостоим ему. Нужно еще и внутренним. Он сильный враг. Но это нужно делать людям. Людям, которые находятся внутри. Выходить и что-то делать. Да, это может быть еще один Майдан. Если он будет, он будет более жестокий. Потому что он уже не будет на щитах и палках. Он будет жесткий. Но только вот это поменяет Украину. Только это. Власть боится нас, тех людей, белорусов, которые воюют в Украине. И она на стороне Украины, подмечу. Потому что, когда приезжают какие-нибудь хлопецы, которые воюют здесь, за Украину, его сразу сажают. И такие люди там не нужны, потому что они могут дать отпор жесткий. Если мы приедем все, они понимают, что это будет. Мы не просто выйдем на митинги и будем там, как у нас было, хлопать. И нас там всех крутили и все остальное. Мы можем реально дать отпор. Те сепары, которые приезжают, воевали в сторону Новороссии, приезжают домой. Они живут очень прекрасно. Они работают. Их никто не трогает. А почему это делается? Власти это выгодно. Потому что, если будет какой-то такой же бунт, как в Украине, эти тетушки, они нагонят эту тетушню для подавления народа. Вот и все. Они им выгодны. Лукашенко фигура хитрожопая. Я вот так скажу. Где ему выгодней, там будет Лукашенко. Выгоднее на Западе. Он все время кричал вначале, Запад нам не нужен, ничего не надо. Америка говно. Надо было Америку. Приехал в Америку. Все отлично. Надо Россия. В России все хорошо. Беларусь вообще идет по стопам Крыма и Донбасса. Оно действительно так. За последние, допустим, два года пророссийское движение в Беларуси очень сильно обострилось. Несколько хлопцы пишут в Беларуси. Бывают периодически толпы людей проходят с триколорами. Все отлично, все нормально. Появляются центры помощи. Новороссии. Сейчас уже оговаривается, что российские войска придут в Беларусь, якобы там тоже на миротворческие какие-то начала, чтобы к нам якобы война не перешла. Заведомо все понятно, к чему это идет. Если даже начнется оккупирование Беларуси, оно будет немножко развиваться не как в Украине. Беларусь меньше территориально, чем Украина. И оно не будет, как, допустим, здесь две области захотелось, идет война, а тут люди живут. У нас нет. У нас если уже начнется, у нас начнется по всей Беларуси. У нас не будет где-то в одной области, там в двух. Будет уже происходить полностью по всей Беларуси. Но я не хочу обижать свой народ. Но если придет к нам вот такая беда, блин, мне кажется, что просто все вот так вот. У нас Лукашенко сделал вот эту ментовскую военную власть, вот эту страну. И у нас малейшее какое-то недовольство у нас подавляется просто вот так вот в тисках. У нас просто сжимают сразу и все. Как только начало, как только видят, что какое-то начало, они сразу накорнются. Они не дают, чтобы даже развилось немножко это. Я хочу сделать себе вид на жительство, чтобы мне было проще легально находиться здесь. А гражданство менять не собираюсь. Я Беларусь и ты много на Руси, как говорится. Мне это не нужно. Украина богатая страна. У нее потенциалы бешеные. Слава Украине! С новогоднего северного праздника! А что стреляет? 120-е? Понятно. Так вас приветствуют. И с наколайчиком, да? Да, да, да. Вот так. Утром тоже хорошо понакидало. Все туда. Ребятам привет. Продолжение следует...